Рисотяги, утро. Как и говорил в недавнем видосе, мы наконец-то дождались той самой желанной гибкой идеологии. С самого начала многие, в том числе и я, думали о том, чтобы начинать игру без идеологии и постепенно формировать её по ходу игры. Ну а теперь выходит новое мини-обновление, где завезли именно такую возможность. Сказать, что обновление интересно чем-то еще не могу. Максу можете почитать патчлок, если кому прям супер интересно, но там уже более цифры, более фиксы, ну такое. Ну а я же скорее всего в конце видео подведу небольшой итог и покажу вам пару интересных моментов. Сейчас же давайте перейдем к тому, ради чего мы все здесь сегодня собрались, а именно гибкой идеологии. При её создании мы можем выбрать структуру и только лишь одну начальную черту, причем черта может быть только незначительной или средней степени влияния. Ну а далее я с уверенностью готов заявить, что Тайнен не добавлял какую-то интересную механику по изменению идеологии. Как бы он просто добавил нам очки, при помощи которых мы сможем изменить свою идеологию. Как будто бы мы зашли в ограниченную версию режима разработчика, но об этом, наверное, давайте чуть позже. Честно, я не понял, в чем тут прикол. Правила можно менять точно так же, как и в обычном редакторе. Роли тоже, ритуалы также. Если вы смотрели последний выпуск Эмберем Ворлда с самым сильным ритуалом, ритуалом фонарей, то сразу ставим его и погнали побеждать. Постройки, реликвии и так далее, все выставляется так же, как обычно. По итогу ограничение религии со старта выражается только лишь в том, что мы ограничены выбором только одной черты. Ну как бы это совершенно не то, что я ожидал от подобного изменения. Я думал, будет что-то наподобие получения достижений. Ну, знаете, как будто в РПГ-игре, где мы выполняем определенные условия для получения того или иного правила. Но нет. Тут все максимально примитивно. Собственно, нам была добавлена система очков развития, где мы должны заработать определенное их количество, чтобы изменить свою идеологию. Причем делается это максимально просто. Мы можем провести ритуал и получить за это очки. За хороший ритуал получается 1 очко, за незабываемые 2. Либо перевести кого-то в свою идеологию, за что мы тоже получаем очки. Ну, как бы классно. Сам процесс формирования позволяет нам выбрать что-то одно из следующих действий. Добавить черту, убрать черту, изменить структуру или изменить стиль колонии. Можно выбрать только что-то одно. Черты понятно, зачем менять. А вот на кой изменять структуру, если там даже написано, что она, ну как бы ни на что не влияет, непонятно. Да и даже, если стиль можно понять, зачем менять, а вот какой толк от другой структуры, я пока в принципе не понимаю. Ну, ладно, да, там в некоторых структурах есть свои плюшки, по типу добавления новых ритуалов там, или стилей, но, прямо говоря, они вообще ни о чем. Ну, хотя, опять же, если мыслить со стороны течения истории, то все окей. Была колония язычников, потом она изменила свои убеждения, выкинула нафиг все свои тотемы, стала, я не знаю, там, анимешниками с дриадами, не, ну а чего? Почему бы и нет, такое тоже иногда бывает. И теперь я, собственно, засчитываю вам предпоследнюю строчку. Почему, как бы, тут все мне не нравится? Ну как, нет, нормально, но ненормально. Читаю. Вы также можете внести неограниченные изменения в правила, божества, историю и другие символы идеологии. Как бы, эм, а чего? Получается, мы каждый раз можем перестраивать идеологию под себя полностью. Как бы тут даже комментировать нечего, мы просто можем бесконечно удалять или добавлять правила, тем самым создавая для себя идеальные условия в текущей ситуации. Да, с одной стороны это душно, но прикиньте, если в этом разобраться и в определенный момент переобуться в кайфовые для всех правила. Это очень сильно. Идеология и так была без баланса, а теперь я вообще молчу. И, ок, ок, да, да, ок, ок, есть люди, которые играют ради атмосферы и своей истории, тут вообще без претензий, играйте как хотите. Но у меня на трансляциях уже по большей части душный киберспорт. Я там за каждую соломинку хватаюсь, так что, ну как бы, поймите правильно, я смотрю именно с этой точки зрения. Ведь, как бы, в дальнейшем мне это явно придется использовать. Как итог, зареформили вы свою идеологию три раза и имеете все то же самое, что могли создать изначально. Только лишь в дальнейшем с возможностью поменять все опять с нуля. Классно, классно. Да как хотите, самое странное наблюдение. Данные гибкой идеология сломана. Ну, просто сломана. В Римворлде, ну как бы, ну, баги это редкость, я понимаю, но вот тут вот это, это есть. Просто гляньте на ритуалы. Вот я прожал, допустим, свои шесть фонарей. О, причем, кстати, важное замечание. Раньше нельзя было убирать ритуал захоронения. А вот в этом патче, либо в каком-то, не знаю, одном из немного предыдущих, можно. Собственно, смотрите, набираю я именно шесть единиц идеологии с шести ритуалов, а не пять, как было раньше. Допустим, таким образом я добрался тем самым до реформы. А в реформе я удаляю текущие шесть ритуалов с фонарями. И добавляю новые, аналогичные. Как вы думаете, что случилось с их перезарядкой? Правильно, она скинулась. Я сейчас по кругу пойду так делать, реально. Так что это очень странная механика, и не иначе как абузом я это назвать не могу. Реформой также можно снимать колонистов с поставленных работ без каких-либо дебафов к настроению. Я думаю, если бы я покопался, я бы нашел еще больше багов. Но пока буду ждать фикса на эту тему. Ну, кстати, если вы хотите, можете сами найти какие-нибудь баги и написать это в описании. Потому что довольно-таки интересно, каким образом можно это использовать. Сейчас в голове крутится идея брать от любых других идеологий свои плюшки. Банально, предметы какие-нибудь. Да даже ту же самую одежду на колонистов. Они же, когда приходят в идеологию, ну, к вам в колонию, они приходят в идеологичной одежде. Ну, одежду фармить, конечно, бред, но все же, банально можно так, одежду собирать, сбрасывать роли у колонистов, банальные ритуалы перебрасывать, иметь себе какие-нибудь разные бафы на настроение, или делать микс из ритуалов, если у вас все хорошо в колонии. Тут вероятность использования просто колоссальная. Ну, и, собственно, давайте, ну, скажу как есть. Гибкая идеология не работает так, как надо. Мы банально фармим очки за ритуалы и обузим все правила и черты в своих идеологиях. А ведь по задумке это должно быть постепенное формирование, которое основано исключительно на действиях игрока, а не на простом проведении ритуалов и последующей траты очков. Ну, хотя, опять же, пока не пофиксят использовать, я это буду. Да, и вам запрещать никто тоже не вправе. Я просто говорю, что это сломано и довольно сильно. Ну, и в целом, не думаю, что тут стоит говорить что-то плохое про баланс и прочее, так как, ну, скорее всего, в ближайшее время это будут фиксить. Так что, вполне возможно, когда я уже доделаю этот видос, уже выйдет какой-нибудь патч, где это исправят. Ну, я, конечно же, на это надеюсь. Хотя, обычно, всякие вот такие обузы фиксят где-то через год или два. Ну, неважно. Вот, собственно, что могу сказать про эту идеологию. Лично мне, по большей части, без разницы. Я принимаю то, что есть в игре и буду использовать это так, как оно есть. А вот насчет вашего мнения я не уверен. Напишите его в комментариях. Будет интересно почитать. Ну, и опять же, давайте без негатива. Что выпустили, то выпустили. А уже от нас зависит, будем мы это использовать или нет. Ну, и давайте вкратце уже по другим обновлениям, которые вышли с этим патчем. Опять же, повторюсь, что покажу только самые интересные моменты. Ну, а вы уже можете почитать патчлок с кучей циферок и прочего. Он есть в описании. В общем, немного бафнули дриад. Насколько я понял, увеличили их скорость роста. Бафнули также древесную дриаду на количество производимой древесины. И танковые дриади подняли немножко броню. По сути, дриады были слабенькие, так что я только за. В дальнейшем также ожидайте видео, ну, типа обзор или что-нибудь подобное на дриад. Потому что мне кажется, что дриады немного недооценены. Ну, как бы, да, они слабенькие, я только что это сказал. На них уходит много времени, пользы они приносят довольно мало. Но я почему-то думаю, что если как-то нормально вложиться в дриад и сделать все это максимально грамотно, то от них будет очень и очень много пользы. Ну, может быть, не очень, но нормально так пользы, я думаю. Поэтому я обязательно с этой темой поразбираюсь, а потом уже вынесу вам какой-нибудь вердикт. Поэтому как бы, ну, подписывайтесь там, ждите, ожидайте, рано или поздно сделаю. Далее увеличили дебаф на настроение за потерю роли. Наверное, игроки это используют довольно часто, поэтому решили фиксить. Правда, ну, я теперь, я буду сбрасывать роли теперь через идеологию, мне в принципе все равно. Но, ладно, не важно. Теперь не минус 5, а минус 15 настроения, это довольно многое, так что учтите. Ну, и что мне не понравилось, так это дебаф крафтера. На 20% уменьшили скорость его производства. Да, он имба, но немного неприятненько. Он все еще может крафтить вам легендарные предметы почти со старта, но неприятненько, разумеется. Ну, а так, ладно, сойдет. Ну, и для подземников появилась жаровня с темным светом. Довольно сильная идеология, кстати. Очень сильная, я сейчас на ней играю, мне прям очень нравится. Так что я одобряю, мне понравилось. Ну, была же жаровня какая, для тронного зала она в любом случае нужна. Вы ее ставите, туда заходят подземники и такие, не поняли, а что здесь так светло? Им это, в общем, не понравилось особо. Теперь добавили темную жаровню, чтобы всем угодить. Ну, а на этом у меня все. Немного не то, конечно, что я ожидал от данной идеологии. Но, хотя согласитесь, на первый взгляд выглядит она хорошо. А вот если смотреть на ее баги и возможности при изменении, то это супер дисбалансно. Так что, пускай попробуют немного переделать, тогда уже будет замечательно. Приятно, конечно, что прислушались к мнению комьюнити, но лично мне хочется, чтобы немного переделали. Хотя, может быть, вы меня переубедите в комментариях, и мы как-то, ну, сойдемся в одном мнении, что ли. С вами как-то, как следовал Крикерос, оперативно держу вас в курсе событий, опять видос спидранил за 1-2 дня, так что делать это я совершенно вам не рекомендую, если кто таким занимается. Поэтому надеюсь на ваши лайки и комментарии, ибо такой экспириенс забирает много сил и свободного времени. Залетайте в Дискорд-канал, чтобы получить самую свежую и полезную информацию касаемо анонсов и Рисворлда в частности. Всем удачи и всем пока. До скорого!